Решила записать это видео на память. Сегодня я в одиночном путешествии с группой ребят из Северной Ирландии, Англии и из Португалии. Нас высадили на островке, чтобы мы покушали. Я не знаю, как это называется место, но это называется программа номер 2, программа B, которая может быть осуществлена с острова Колипе. Вот, сейчас покажу вам. Вот эту вот еду мне дали, она включена в сегодняшнюю поездку. Курица с рисом, прайд райс, очень вкусно. Курица с рисом, прайд райс, очень вкусно. Вот сегодня я иду один по острову Кодонг. Место называется Манкис Бич. Вот, написано везде, что кормить обезьян нельзя, а мы их и не будем кормить, потому что их просто тупо нет. Может быть они вечерами вылазят, потому что сейчас жара. Вообще, конечно, деревья тут шикарные, сейчас я вам покажу. Вообще тут очень красиво, тут офигенная бухта. Вот такая, вторая бухта, белый песок. Народу практически нет. В общем, все для релаксов. Это Педро и его супруга из Португалии. Это девушки позируют тут. Прямо с пляжа начинаются непролазные джунгли. Это дерево мне очень сильно нравится. Обросло какими-то дополнительными листьями с воздушными корнями. Вообще, это какие-то лианы, как я понимаю, которые нападают на деревья и обвивают их от начала до конца. Очень красивая местность. Пекло, правда, жуть. Меня спасает только бандана футбольного клуба Челси. Кстати, на лодке познакомился со студентками из... Одна из Лондона. А, нет. Одна из Манчестера. А вторая, короче, из Белфаста. Белфаста, Северная Ирландия. А Манчестер это в Англии. Вот, так вот эта девушка из Манчестера говорит, о, говорит, у тебя какая-то шляпа. А я даже не понял, почему она говорила. Потом я понял, что она из Манчестера. А в Манчестера есть два футбольных клуба. Манчестер Сити и Манчестер Юнайдин. И эти два клуба антиподы футбольного клуба Челси из Лондона. Они увидели у меня вот эту банданочку. Она им не понравилась, похоже. Такая вот история. А еще я познакомился с Петро и с его женой. Они из Лиссабона, они занимаются туристическим бизнесом. Очень приятная, очень приятная всекружеская пара. Может быть, напишу им в Инстаграм. А пока я попрошусь здесь, по этой красоте. Острово Котонг. Национальный парк Таруатао. Возле, недалеко от острова Коли Те. Вот как раз это Петро с его супругой. Песок когда мокрый, он белый. Немножко рыжеватый. А вот если подойти туда, где он сухой, он реально белый. Он тоже тут прохладный еще. Прохладный, потому что мокрый. А еще меня попросили сфотографировать аргентинцы. Девушка и ее молодой человек Тамара Энд Марселло. Я свотал их в Инстаграм. Потом им напишу. Они сами предложили посмотреть мою страничку. А, и она подписалась на меня. Тут написано, что нельзя кормить ни рыб, ни обезьян. А, вот она эта группочка аргентинцев. И Марселло вот в этих розовых шортиках. Жена, кстати, у него симпатичная. Вот там, где песок сухой. Вот он тоже играет, если по нему так делать. Скрипит. Не как нукомуки. Слышно, да? А, вот такое. Вот, я уже... Вот, вот. Вот он, по-падалюшему.